То, что сегодня нас с вами объединяет, это ответственность. Мы сегодня в Доме молитвы люди ответственные. Все. И старые, и молодые. И белые, и черные. Мы ответственные. На мне лежит сегодня ответственность сказать самое главное, чтобы послужило вам ко спасению. На моих слушателях сегодня, на нас, братья и сестры, лежит ответственность, реакция на это слышанное слово. И многое может зависеть от тебя. Примешь ты это или отвергнешь. Последствия тогда твоего отвержения ты несешь на себе. Итак, мы люди ответственные. Мое желание сегодня предложить вам два места из книги Священного Писания. И мы поразмышляем над ними. Первое место записано в послании к Евреям. В 9 главе читаем с 24 текста. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать сегодня за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Второе место записано у апостола Петра. Первая глава, текст тринадцатый. «Возлюбленные, припоясав чресла ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Мне так нравится, если вы слушали внимательно первого брата проповедь, прозвучали эти два слова. «Возлюбленные и явления». «Явился Господь». Это слово очень часто встречается, оно очень важно. Проповедь сегодня свою, коротенькое это слово, для того, чтобы вы его могли запомнить, я назвал три явления великого первосвященника. Три явления. Братья и сестры, в русском языке все три слова одинаково имеют значение. В греческом они разные, разные акценты. Я хотел бы сегодня уделить внимание на первое слово, это двадцать четвертый текст. Если быть внимательным к этому тексту, то хотелось бы сначала начать с двадцать шестого текста, потому что он говорит о воплощении, о назначении. А в следующем это как раз будет двадцать четвертый текст, а потом будет двадцать восьмой текст. И везде встречается это слово, явление Господа, нашего великого первосвященника. Но начнем по порядку с двадцать четвертого текста. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Братья и сестры, что это значит сегодня для нас? Ну, во-первых, это говорит о том, что все то дело, ради которого Иисус Христос пришел на эту землю, оно было принятым. Небо его принимает до времени. Об Иисусе Христе сказано, что Иисус прошедший небеса. Чем отличие оказывается, когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, мы знаем, что есть земное святилище, земная скиния, и есть небесная скиния. Куда Иисус ушел? В небо, в небесную скиню. Все, что на земле было устроено для человека грешного, это была земная скиния, устроенная руками человеков для того, чтобы люди могли в своих грехах иметь успокоение, чтобы они могли быть приняты Богом. И вот не было бы первого, если бы первого не было, второго бы никогда не случилось. Иисус входит в небеса. В небеса его принимают. И он там остается, он там сидит. И, братья и сестры, посмотрите, как в этом же послании сказано о Господе еще дважды о его входе в небеса. Вот смотрите, сказано третий стих, второе полустише о том, что совершил Господь. Он, совершив с собой очищение грехов наших, воссел Одесну и престола величия на высоте. Он там сидит. Вот это вот контраст было между земным первосвященником и великим первосвященником нашего исповедания Иисусом Христом. Тот человек заходил и выходил. А с чем он заходил? Вы когда-нибудь интересовались, с чем первосвященник заходил в присутствие Господа? Он туда нес что-то. Он туда входил за нас. Если это будет в отношении израильского народа, то он приносил туда все грехи, все беззакония, все отягчения людей, всю нечистоту людей. И люди смотрели, когда он заходил туда во святое святых, и многое зависело от того, явится ли он снова для них. И когда он являлся, все вздыхали хорошо. Почему? Бог помиловал, Бог покрыл наши грехи и наши беззакония. И он дает нам новую страницу. Мы можем снова вступать в Новый год. Братья и сестры, дорогие друзья, давайте подумаем еще. Если он приходит сегодня в небесное святилище в присутствии Бога, насколько это ответственно сегодня наше с вами предстояние перед ним. Подумайте, он приходит, когда люди исповедуют ему свои грехи, он приходил, смотрел на свой дом, на самого себя, на свои немощи, и он это должен был, безутайки все раскрыть Господу. А потом снова возвращался и потом исповедовал грехи всего народа израильского и снова уходил туда с кровью и снова кропил там и возвращался опять. Третий раз заходил и исповедовал грехи скинии, потому что от грехов людских скиния становилась нечистым, ее нужно было каждый год очищать кровью жертв. Братья, сестры, Иисус Христос пришел и совершил. Но подумайте, еще одну историю, он взял наши грехи на себя, он с ними предстал пред Богом. Как это ярко иллюстрирует нам та проповедь, о которой говорил когда-то Игорь на шестую голову пророка Исаии. «Видел я Господа Превознесенного, края рис наполняли его храм». Братья, сестры, что он сделал, когда он увидел его? Он воскликнул, «Горе мне, погиб я, я живу среди народа с нечистыми устами, и мои глаза видели Господа, я погиб». И у Господа было решение для своего пророка. Он послал своего мессенджера, тот взял клещами жертвенника угли, коснулся его уст и сказал, «Грех твой удален от тебя, беззаконие твое прощено». И он слышит голос, «Кого мне послать?» И потом идет и выполняет свое служение. Когда Господь Иисус входит пред лицо Божие, братья, сестры, подумайте о том, что даже серафимы, эти служители, которые хранят святость Бога, они закрывали крыльями лица свои, чтобы не взглянуть на Него. Иисус Христос с нашими грехами беззакониями явился пред Его лицо в небесной скине, чтобы там наводить, навести порядок. Почему? Потому что Писание говорит, что и само небесное должно очищаться лучшими сих жертв. если кровь козлов и быков и пепел телицы очищала, покрывала грехи, но оно не уничтожало грехи. И Иисус вошел в освятилище и приобрел для нас вечное искупление. Он положил пред светом лица своего все тайное наше. Подумайте об этом. мы иногда так искусно прячем свои концы, свои пути, чтобы никто не узнал, никто не догадался. Но пред Богом нету понятия тема. Как ночь, так и день она светла. Давид говорит, ты мое тайное. Помните, как он хоронил, как он ухищрялся. Человек со стороны мог посмотреть на него и сказать, вот это муж. Люди могли так сделать, но это было неправильно. Правильно был тот вердикт, который Господь ему вынес. Вы помните, как Господь сказал, и было в очах Господа великим злом то, что сделал Давид. Братья и сестры, наше счастье, что мы имеем дело с великим первосвященником исповедания нашего. И когда мы исповедуем грехи, он был очень праведен и истинно идет туда. Он представляет нас. Братья и сестры, здесь сказано, что он наш предстоятель, он наш посредник, он тот, который сегодня наши немощи несет туда и совершает ходатайственное свое служение. Слава Богу за это, братья и сестры. Второй момент, который мне хотелось сегодня подчеркнуть, что для чего он приходил на эту землю, мы читаем с вами 26 стих. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Братья и сестры, Бог в своем плане предусмотрел Иисусу Христу прийти и взять на себя грехи всего мира. Наши с вами грехи, наши с вами беззакония. Что он сделал? Он взял их и унес. Апостол Петр говорит, он грехи наши вознес телом своим на древо. Он пригвоздил их, он их унес. Как уходил козел, который был живым, и он по исповеданию первосвященника грехов народа уводился далеко в пустыню. Что козел делал? Уносил грехи Израиля. Точно так Сын Божий на себя принял все наши беззакония. Подумайте. для святого безгрешного возлюбленного единственного что это было. Но он это делал с радостью, как сегодня прозвучало несколько раз этот текст. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, есть еще третья особенность, о которой мы должны с вами увидеть здесь. Смотрите. Так и Христос, 28 стих. Однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих их во спасение. Знаете, какая разница этого явления? Это будет грандиозная манифестация. Это слово означает, это будет триумфом, и он когда-то случится. Смотрите, когда священник заходил туда, когда он принимал на себя все беззаконие людей и шел туда жертвенной кровью, чтобы кропить во очищение грехов и беззаконий, люди имели страшное переживание. А будет ли вновь Бог благоволить? Из сила крови животных она покрывала грехи. Но мы с вами прочитали в первый раз, он явился для того, чтобы покончить раз и навсегда со всеми грехами живущих на земле людей. И вот теперь мы с вами смотрим о том, что он является предлицо, и второй раз он придет для ожидающих его воспасения. Вы знаете, Господь ушел в небеса, небо его приняло, Бог Отец оценил подвиг своего сына, и Писание говорит, он с великой славой восходил в небеса. У него было дело там. Мы с вами прочитали сегодня об этом деле, но теперь заметьте, он во второй раз явится для кого? Для ожидающих его. Братья и сестры, из святого святых Господь еще не выходил, но мы его ждем, он скоро придет, и это будет видеть весь мир, и это видение Господа грядущего потрясет все концы нашей планеты. Написано тогда, явится знамение Сына Человеческого, Евангелие от Матфея, 24 глава, и возрыдают пред ним все племена земные. Вот тогда откроется подлинное состояние, а для нас это спасение. Мы с вами прочитали, апостол Петр пишет, возлюбленные, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Спасителя. Посмотрите, как написано в послании Колоссянам 3 глава стих 4. И когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Сегодня мало вы услышите хороших слов в отношении христиан, ее проповедников, ее служителей. Сегодня очень много поношений вливается на Церковь Христову. Точно так когда-то злостовили люди Господа. Но последнее слово за Богом. Когда явится Господь, явитесь и вы с Ним во славе. Что Бог ожидает от нас. Братья и сестры, чтобы мы бодрствовали, уповали на подаваемую нам благодать. Господь идет. Господь скоро идет. Постарайся быть Ему верным. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся Богу. Грит